Приветствую вас, начнём мы, пожалуй, с того, что я скажу о понимании вас, то есть я вас понимаю, я вам сопереживаю, я понимаю, как вам тяжело, я понимаю, как вам сложно, наверное, это приучает воспринимать мужчин очень негативно, наверное, это приучает воспринимать мужчин так, что они все животные, что они все грязные животные и так далее. Вот, я вас очень хорошо понимаю, но тем не менее, тем не менее, я не могу не заметить, что на протяжении всей вашей рабочей карьеры, которую вы описываете, а именно с 21 года и кроме двух лет начальства женщины, вы подвергались насилию, сексуальному домогательству со стороны мужчин. И вот здесь есть тонкость, тонкость, от которой, пожалуй, зависит всё ваше дальнейшее осуществление карьеры. Либо вы увидите, что причина в таком поведении мужчины в вас, именно в том, как вы себя ведёте, именно в том, что вы неосознанно, подсознательно стимулируете мужчин на то, чтобы вести себя с вами так негативно. Значит, либо вы примете этот момент, либо вы будете терпеть и дальше убеждая себя в том, что мужчины, мужчины, вот они все такие вот грязные, все они такие вот озабоченные, все они такие вообще козлы и прочее, прочее, прочее. В психологии есть такая игра, называется «Игра насилует». Я рекомендую вам почитать про эту игру, потому что на самом деле это важный момент и, в общем-то, по факту, если говорить, ну, именно вот по факту, что эта игра имеет под собой определённую цель, я вам сейчас не буду, наверное, рассказывать про это, ну, потому что мне хочется, чтобы вы сами почитали немного, мне хочется, чтобы вы сами рассмотрели вот этот аспект. Но могу сказать, что у вас был, скорее всего, негативный опыт взаимодействия с мужчинами. Либо это воспитание виктимологического поведения, то есть поведения жертвы. Либо это такое вот поведение, когда женщина ведёт себя заведомо так, значит, чтобы мужчина её притеснял. То есть вы же понимаете, что мужчина относится так только к вам. Вы же понимаете, что мужчина, ваш начальник и первый, и второй начальник ведут себя так, потому что знают, что вы ничего не сделаете. Потому что знают и почему-то убеждены, что вы этого хотите, так же, как и, может быть, они этого хотят. И как бы вы действительно этого не хотели в глубине души. Как бы вы действительно не чувствовали в себе этих вот влечений. Я не говорю, что вы именно хотите переспать с мужчиной. Нет. Вполне возможно, что вам требуется доказать себе, доказывать снова и снова, что мужчина рядом с вами именно такой. Озабоченный, подавляющий вас и так далее. Ещё раз повторю, что я понимаю вас и я предоставляю вам некую свободу при принятии решения. То есть, вы можете пользоваться и другими средствами. Например, вы можете, пожалуйста, выйти в стоящее начальство. Для того, чтобы вам как-то, значит, помогли. Вы можете обратиться, в конце концов, в профсоюз. Я думаю, что у вас что-то такое есть. Но, скорее всего, все мужчины в вашей жизни так или иначе имеют отношение к принуждению и домогательству. Смотрите. А это игра на силу. То есть, вы неосознанно своим поведением показываете мужчине, что вы готовы к тому, чтобы, ну, например, с ним переспать. И мужчина действительно хочет с вами переспать. Понятно, что для того, чтобы мужчина откликнулся на ваш такой посыл, нужно, чтобы у него были определённые установки, чтобы у него были определённые взгляды. Это понятно. Это понятно. Но я говорю немножечко о другом. И как правило, как правило, подобная ситуация возникает в том случае, вот подобная ситуация, подобная вашим ситуациям, возникает тогда, когда в детстве ваши родные либо полностью избегали, секса. То есть, темы секса, секса полностью избегали вообще со всем. Либо привоцировали вас на такое, знаете, сексуальное поведение. Это может быть отец, это может быть дедочка, это может быть дядя, это может быть брат, но брат режу. Либо это может быть ваша мама, которая внушляла вам, что все мужчины сексуально озабоченные и что от них нельзя ничего ждать, кроме как вот столько, домогательств и вы к мужчинам, опять же, подсознательно относитесь уже именно так, что они будут вас домогаться. Ну а мужчина, чувствуя, что он относится так, значит, начинает вести себя соответствующим образом. Потому что вы уже записали его, грубо говоря, в домогатели, и раз уж вы записали его в домогатели, то он, соответственно, думает, что вы, вероятно, этого и хотите. Вы хотите, чтобы он у вас домогался. То есть мужчины считают, что вы от этого получаете, ну, либо удовольствие, либо провоцируете его на этом. Понимаете? Если с одним мужчиной я бы допустил, что это случайность с одним, то вот с несколькими, вы говорите, что это уже второй, но здесь определенно наблюдается система. Тест-система в психологической игре на силу, на силу. И для того, чтобы вам ситуацию изменить, нужно, я бы сказал, изменить свое поведение, изменить свое восприятие себя. То есть, грубо говоря, сейчас вы находитесь, ну, совершенно понятно, вы находитесь в позиции жертвы. И, соответственно, позиция жертвы пробуждает позицию преследователя, позицию тирана, позицию агрессора. Но, если вы будете нести ответственность за себя, если вы возьмете ответственность на себя за то, что произошло и происходит, и только вы можете это поменять, и это, в общем, действительно так, только вы можете поменять ситуацию, только вы можете ее изменить, то вы измените свое поведение. Потому что, по факту, по факту, у вас не будет другого выбора. Потому что, ну, а кто еще, кроме вас, что это может изменить, да? Но, если в данной ситуации вы мужчину так или иначе не особенно, скорее всего, провоцируете, вот, и за это ответственны вы, то в ситуации, когда вы формировали свое такое поведение, ответственны далеко не только вы, но ответственны и те, кто привил вам такое отношение, привил вам такое поведение, кто показал вам, что так можно. И вот здесь уже данную ответственность можно различать. ее можно дифференцировать так, чтобы не брать на себя больше, чем вы реально можете вынести. Отдельным пунктом, конечно, идет то, как вы реагируете на подобные вещи, то есть на домогательство, ведь вначале домогательство всегда завуалированное, вначале домогательство всегда неявное, а вы по какой-то причине относились к ним, ну, не знаю, видимо спустя рукава, то есть вы закрывали глаза на них, на эти домогательства, что предпочитали их не замечать, а для мужчин это вызов. По факту. А как насчет включения юмора в данных условиях? Как насчет иронии? Понимаете, какая история? Ну и, наконец, ключевой момент. Вы говорите, поначалу он взял меня под отцовскую опеку, всячески помогал, объяснял и подсказывал. Смотрите, вы по какой-то причине посчитали, что мужчина вам будет просто так помогать. И вы позволили ему взять себя под опеку вашему начальнику. Вот у меня к вам здесь вопрос. А как так? Как так получилось, что вы позволили человеку взять вас под опеку свою? То есть, вы не уверены в себе, вы сомневаетесь в себе, вы боитесь чего-то, чего-то. Или как? То есть, как вышло, что вы оказались в этой ситуации? Вы говорите, что у вас маленький городок. Верю. Но я также верую в то, что человеку с экономическим образованием можно А. Работать в другом городе, то есть, переехать в другой город, например. Б. Работать вообще на другом каком-нибудь месте работы, просто на другом вообще. И. В. Сменить ориентацию. Проф. Ориентацию. То есть, просто обратить внимание на другие виды работы. И это решило бы проблему. Но вы, вы все это не воспринимаете как вариант, как выход. И. У меня напрашивается вопрос. А не создаёте ли вы себе таким образом что-то вроде искусственного тупика? Тупика. В чём-то вам выгодного. Для того, чтобы вы могли вновь и вновь оказываться в этой ситуации и страдать. Особенно если в детстве у вас выработалась установка, что женщина, ну, например, женщина, должна страдать из-за мужчин. Мужчина. То есть, она должна терпеть из-за мужчину. Быть смиренным. Кстати, примечательно, примечательно, что у вас, как я понял, нет своего мужчины. То есть, вы до сих пор не замужем, вы ни с кем не встречаетесь, у вас нет своей семьи. Вот и возникает вопрос. Как же так? Как так получилось? Опять-таки. Понимаете? Как так получилось, что вы оказались вот в такой ситуации? Что у вас не получилось отношений? Хотя бы за те два года, что вы были под начальством женщины, но вы не выстраиваете отношений, значит, в этом направлении у вас тоже проблема. Не знаю, может быть, вы вообще с мужчинами не очень умеете управляться, может быть, вы вообще с мужчинами не очень можете взаимодействовать. И у вас есть некоторые трудности в, значит, в реализации своего женского поведения. Кто знает, с этим нужно разбираться однозначно, но я могу сказать, по крайней мере, вот на данный момент, что все, что происходит, это свидетельство вот того, как вы относитесь вообще к мужчинам, что вы о них думаете, что вы чувствуете, что вы считаете, как вы их воспринимаете и так далее. Поэтому, для начала, почитайте про игру насилуют. Вот, в интернете, почитайте, эта игра есть. И после этого, значит, проанализируйте свое детство, свое юнищество, чтобы увидеть, имеет ли какой-то отклик ваше прошлое на то, что ну, на то, чем я сказал, и если имеет, то с этим нужно будет работать. Именно с этим, понимаете? Не с тем, не с тем, чтобы искать выходы, потому что, скорее всего, выходы вы найдете сами, по моему убеждению, выход вы сможете найти сами. Потому что, вы знаете, что нужно делать так-то, если бы вы были свободны, да? То вы, я уверен, знаете, как нужно поступать в ситуации, в которой вы оказались. Но вы не свободны. И эта не свобода мешает вам. Поэтому, вначале, нужно стать свободной, для этого нужно избавиться от того сценария, которые, вот, вы реализуете в своем поведении. А дальше решение, я полагаю, придет само собой. Конечно, вам рекомендуется работать с психологом, потому что, ну, вот, понимаете, за один ответ, то, что вы описываете, не представляется возможным, скорректировать. Да, потому что вам 27 лет, и вы так уже жили довольно продолжительное количество времени. Поэтому, я думаю, что самый оптимальный вариант такой. Такой. Это уверенность в себе, повышение уверенности в себе, значит, принятие себя, разбор детско-родитовских отношений, потому что они влияют на вас из соответствующих травм, которые могли быть вам нанесены, вот, именно в детстве. И после этого вы сможете посмотреть на мужчин совсем по-другому. В том числе и тех, кто вас окружает. Вы можете, вы сможете, точнее, посмотреть на мужчин совсем по-другому. И вы уже не будете воспринимать их, мужчин, как вот таких, таких, ходячих, озабоченных, да, и так далее. Вот. Я думаю, именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. И перед тем, как закончишь, мне бы хотелось упомянуть о том, что вы чувствуете себя униженной и беспомощной. И вот это состояние, состояние униженности и беспомощности, оно ведь взялось, скорее всего, не просто так. У этого состояния, вот состояния униженности и беспомощности, есть причина, как мне видится. Какие причины? Это вопрос. Потому что нужно разбираться. Но то, что вы, подсознательно или нет, стремитесь к тому, чтобы быть в этом состоянии, в состоянии беспомощности, это, скорее всего, однозначно. То есть вам это состояние что-то дает. Вопрос, что? Защищенность, отсутствие выбора, ну, с вашей стороны, то есть, возможно, следовать только одним путем, пусть он, даже вам этот путь и не нравится. Либо убеждение в том, что все мужчины сволочи, все мужчины озабочены и прочее, прочее, прочее. Постарайтесь, пожалуйста, понять, постарайтесь, пожалуйста, понять, что двое мужчин, двое мужчин озабоченными сексуально в отношении вас, по чистой случайности, по совпадению быть не могут. Знаете? И почему, почему нужно анализировать то, как вы пришли к этой ситуации? Вы говорите, некуда уходить, это неправильно. Уходить куда есть, только вам это не нравится. Ну, и возникает вопрос. Что вы выбираете? Либо переход на новую работу, пусть она и тяжелая, пусть она и вам не подходит, но тем не менее. Либо работу на двух работах, но в новом, соответственно, коллективе, в новых условиях. Либо мучиться вот так, как вы мучаетесь сейчас. Понимаете? То есть, опять же, это вам решать на самом деле. Это вам решать, это ваш выбор. Но, где бы вы ни оказались сейчас, что бы вы ни делали сейчас, ваше отношение с мужчинами, скорее всего, будет именно таким. А я вам желаю всего самого доброго и удачи!